Приветствую вас дорогие друзья! Сегодня в 12 выпуске читальной избы мы поговорим о книгах по мотивам мультфильма от Disney Pixar под названием Brave, что в переводе с английского означает «отважная». Однако российская локализация называлась «Храброе сердце», и надо признаться, что это была очень удачная локализация названия, поскольку в самом мультфильме очень много отсылок на фильм Мэла Гибсона «Храброе сердце». Тем не менее могу сказать, что сам мультфильм «Храброе сердце» мне понравился с кучей оговорок. С одной стороны интересный сюжет, действительно нетипичная диснеевская принцесса, да к тому же без принца, правильная мораль и посыл. Герои этого мультфильма сами создают себе проблемы, а главный антагонист Морду больше жертва обстоятельств, нежели злодей. С другой стороны, слишком много современной феминистической повестки, там где это было совершенно лишним и ненужным. Такая вот капля дегтя в бочке меда, если вы понимаете о чем я. Но, несмотря на то, что мультфильм «Храброе сердце» окупился в прокате и получил кучу разных премий вроде «Оскара» и «Золотого глобуса», какого-то полноценного продолжения он так до сих пор и не получил, если не считать телесериал «Однажды в сказке», где с пятого сезона Мерида, сыгранная актрисой Эмми Мэнсон, появляется как персонаж второго плана. В этом телесериале есть продолжение истории принцессы королевства Данбрех. Ведь события «Однажды в сказке» происходят через 10 лет после окончания мультфильма. Также Мерида появляется в мультсериале «София Прекрасная» в третьем сезоне пятой серии под названием «Тайная библиотека». И вместе с другими принцессами Диснея Мериду можно было увидеть в мультфильме «Ральф против интернета». «И пусть твои амбары всегда будут полны, и ты всегда будешь счастливой», добавила Мерида. «Ага», кивнула Ванилопа, а затем склонилась к другим принцессам и прошептала, что она только что сказала. «Моанна пожала плечами». «Мы не знаем, мы ее не понимаем», призналась Тиана. «Она из другой студии уточнила, Анна». Но, как вы понимаете, все эти произведения не канон. Также Мерида является одиннадцатой диснеевской принцессой и часто присутствует в различных смежных комиксах и историях. Но, как это ни удивительно, про Мериду существует целая линейка книг, что и явилось причиной сегодняшнего выпуска. Поймите меня правильно. Чаще всего в современном мире по мотивам фильмов и мультфильмов любят выпускать телесериалы и мультсериалы, ибо одно другому не мешает. Но худой конец комиксы, если мы говорим о печатной продукции. Но тут у нас, по факту, только сам оригинальный мультфильм «Храброе сердце», небольшая короткометражка «Легенда о Морду», неканоничный телесериал «Однажды в сказке», где Мерида – героиня второго плана, и несколько камео в других диснеевских проектах. Но обо всем по порядку. Итак, 15 июня 2012 года в США состоялась премьера мультфильма «Храброе сердце». Но, как мы знаем по старому морскому обычаю, 15 мая 2012 года вышла одноименная новолизация этого мультфильма от замечательной писательницы Ирэн Тримбл. Не знаю, выходила ли эта книга на русском языке от издательства «Эгмонд» в 2012 году, наверное, все же выходила, но у меня издание от издательства «Эксмо» 2020 года. Вот что написано в аннотации к этому изданию. Мерида-принцесса. Казалось бы, у принцессы должно быть все, о чем только можно мечтать. Однако у Мерида нет кое-чего самого важного – свободы. Ее мама, королева Эленор, хочет сделать из дочери образцовую наследницу трона. Но девушку интересуют лишь скачки по лесу, лук со стрелами, да ветер, развивающий ее волосы. Все становится совсем плохо, когда мать решает подобрать Мериде жениха и созывает представителей всех кланов на состязание за руку принцессы. И тогда загнанная в угол Мерида решается на отчаянный шаг – попросить у старой ведьмы зелья, чтобы изменить свою маму и заодно собственную судьбу. Вот только не обманула ли ее лесная колдунья? Что можно сказать про саму новолизацию? Написана она добротно, как и большинство произведений автора. Тем не менее, книга практически не содержит в себе каких-то отличий от оригинального мультфильма. Разве что нету сцены после титров, где ведьма доставляет заказ деревянных поделок во дворец. А также отсутствует воспоминания из детства Мериды, которые она видит во сне. Однако, из этого произведения мы можем узнать, что в наше время замок Данбрух заброшен, и от него остались одни руины. Давным-давно, когда мир был еще полон магии, горы Северной Шотландии населяли могучие крепкие войны, сплоченные в кланы. Никто уже не помнит, почему эти гордые люди поселились на зеленом, обдуваемом ветрами Нагорье. И лишь потертые камни их величественных замков хранят историю этого народа. Но если бы эти камни могли говорить, они бы без всякого сомнения поведали удивительные сказки, полные волшебства и приключений. Развалины замка Данбрух могли бы рассказать побольше других. Именно здесь, в королевстве Данбрух, много лет назад началась одна из величайших историй всех времен. А для юной девушки по имени Мерида мир в то время состоял из одних правил. Стоит отметить тот факт, что градус феминистической повестки в книге понижен. И для особо одаренных, вроде Александра Зорина, подчеркивается идея, общий посыл и мораль оригинального мультфильма, чтобы избежать различных вольных трактовок. Лорды и их люди зааплодировали. Мерида дождалась, пока не успокоится и продолжила. «Но я была слишком эгоистична, из-за меня произошел большой разлад в ваших отношениях. Это полностью моя вина. И теперь я понимаю, что должна исправить свою ошибку и восстановить эту связь. И поэтому...» Продолжала Мерида, глядя на мать. «Что касается помолвки, я решила поступить как должна. И...» Королева вдруг забыла о позе чучела и отрицательно покачала головой. Мерида не верила своим глазам. Она видела, как Элеонор изображает лапами слово «разрушение». «Эм...» «И нарушить традицию?» Медленно произнесла принцесса. Фергус гордо улыбнулся, а вожди и их кланы обдумывали слова принцессы. Элеонор с любовью смотрела на нее, прижав лапу к сердцу. Она жестами показывала то, что Мерида должна была передать лордам. «Моя мама-королева чувствует всем сердцем, что я...» «Нет, что мы должны быть свободны». Элеонор изобразила писать и книга. Девушка восторженно кивнула. «Мы должны быть свободными, чтобы написать свою собственную историю». Королева дотронулась до своего уха, а затем положила лапу на сердце. «Мы должны прислушиваться к нашим сердцам», произнесла Мерида. «И найти любовь, когда придет время». «Прекрасно сказано», промолвил лорд Дингваль, смахивая слезу. Элеонор издала радостный рык и тут же закрыла лапами рот. «Поэтому мы с королевой оставляем решение за вами, милорды», сказала принцесса. «Могут ли наши юноши сами выбирать, кого им любить?» Вожди кланов посмотрели друг на друга. «Что скажем на это?» Лорд Макинтош неуверенно ответил. «Это...» «Отличная идея», воскликнул молодой Макинтош к удивлению своего отца. «Дайте нам право самим решать свою судьбу». Малыш Дингваль выступил вперед. «Да, почему мы не можем сами выбирать?» Лорд Дингваль был потрясен. «Но она же принцесса!» «Я ее не выбирал. Это была твоя идея», оправдываясь, произнес малыш Дингваль. Лорд Макгаффин посмотрел на своего сына. «А ты...» «Ты чувствуешь то же самое?» Молодой Макгаффин кивнул. «Не по-мужски сражаться за руку девушки против ее воли». Лорд Макгаффин обнял своего громадного сына. «Значит, вопрос решен», объявил он толпе. «Дадим парням шанс завоевать ее сердце, прежде чем они придут просить ее руки». Мерида улыбнулась, когда лорд Дингваль вышел вперед. «Я бы сказал, что у малыша Дингваля есть все шансы на победу», заявил он. «Ну и ладно», засмеялся лорд Макинтош. «Жениться-то не мне». Все лорды рассмеялись вместе с ним. Мерида вздохнула с облегчением. Катастрофа миновала. Она посмотрела на мать и улыбнулась. Элеонор просияла, когда лорды повернулись к принцессе и поклонились ей. Так что всем поклонникам мультфильма я однозначно могу рекомендовать это произведение. Особенно, если у вас есть дети. Кстати, есть забавная путаница с этой книгой. В печатном варианте, как переводчица, указана хорошо нам знакомая Тамара Денисова, которая для Эксмо переводила и новолизацию Рапунцель. Все от того же автора, Ирен Тримбл. Тем не менее, на сайте самого издательства Эксмо, как переводчица указана Юлия Галяуддинова. Но Эрен Тримбл в 2012 году пишет вторую книгу о приключениях принцессы Мериды с оригинальным сюжетом под названием «Храброе сердце. Лучший друг Мериды», представляющей собой книжку с картинками для детей от 3 до 6 лет. С ее произведение на русском языке выпустило издательство «Эгмонд» в том же году. По старой доброй традиции имя автора указано не было, только переводчицы Елены Познанской. Сам сюжет незамысловат. Мериды случайно забрела вместе со своим конем Ангусом в дремучую чащу леса, где они из-за тумана испугались старого дерева, думая, что это чудовище. Особенно испугался Ангус, ведь по версии этой книги он страшный трусишка, боящийся громких звуков темноты и высоты. И вот из-за этого Ангус со страху чуть не свалился вместе с Меридой в пропасть, но все же ради принцессы сумел ее перепрыгнуть, из-за чего они оба остались живы. Интересный факт. В этом произведении подчеркивается, что главный конюх использует коня принцессы Мериды для строительных работ. По поводу более подробного разбора этого произведения у меня есть отдельный ролик на канале, где я полностью зачитываю эту книгу. Скажу лишь, что для заявленного возраста история неплоха, однако я ожидал нечто большего. Ведь в середине оригинального мультфильма нам показывали воспоминания из детства Мериды, где она играется с игрушечной деревянной лошадкой. Хоть этот эпизод и отсутствовал в новолизации у Тримбл. И покупая эту книгу, я думал, что тут нам покажут, как у принцессы королевства Данбрах появился собственный конь. Но это произведение не оправдало моих ожиданий. Если у вас есть дети, которые любят мультфильм «Храброе сердце», и при этом они учатся читать, то эта книга – идеальный выбор. Теперь, что касается самой писательницы. В прошлом выпуске читальной избы, посвященной диснеевской Рапунцель, я уже рассказывал про Ирен Тримбл. Как вы помните, про нее информации в сети кот наплакал, кроме библиографии и того, что она живет в городе Токома, США, штат Вашингтон. Однако совсем недавно в сети всплыло две фотографии. Судя по первой, это просто ее тезка Ирен Беннет-Прау, которая тоже писательница и тоже пишет детские книги. Но к Диснею никакого отношения не имеет. А вот насчет второй фотографии тоже есть большие сомнения в том, что это именно та самая Ирен Тримбл, ибо нашел ее на одном франкоязычном сайте. Субтитры подогнал «Симон» Итак, в течение 2016-2017 годов выходят книги, являющиеся прямым продолжением мультфильма «Храброе сердце» и рассказывающие дальнейшие приключения принцессы Мериды за авторством писательницы Бартхан Кволен Судипты. В оригинале эти произведения назывались по имени самой принцессы, то есть просто Мерида, даже не Брейв. У нас в стране их издавало издательство «Эксмо» в 2017-2018 годах с подзаголовком «Храброе сердце» «Новые приключения Мериды». Надеюсь, дорогие друзья, вы уже обратили внимание на то, что обложки этих книг, а также иллюстрации, выполнены в народном японском стиле под названием «Манго». Проведя небольшое расследование, я выяснил, что художественным оформлением этой книжной серии занималась студия Гурихиру. Это художники-иллюстраторы из Японии в лице Чифую Сасаки и Наоко Кавана, по большей части известные оформлением преимущественно супергеройских американских комиксов. Первая книга от Бартхан Кволен Судипты называлась «В поисках волшебства». Тут нам рассказывалась история, как в королевство Данбрах приехала делегация из соседнего королевства Карданага во главе с их лордом Брейденом для заключения торгового договора. Вместе с лордом Карданагом приезжает и его племянница, ровесница Мериды Катриона или просто Кэт, с которой у принцессы на почве общих интересов завязывается дружба. Я не хочу выходить замуж, хочу быть свободной, пусть мои волосы развиваются на ветру, когда я скачу по долине, выпускаю стрелы в закатное солнце. Однако, Мерида со временем начинает замечать, что Кэт во многом ее превосходит, в том числе и в стрельбе из лука. Да и с родственниками принцессы Кэт как-то больше находит общий язык, особенно братьями Харрисом, Хьюбертом и Хэмешем. Разумеется, Мериде это все очень не нравится. Собственно, что будет дальше и каким образом в этой истории замешаны блуждающие огоньки, вы узнаете, прочитав эту книгу, ибо сама история вышла у автора интересная и не хотелось бы ее заспойлерить. Скажу лишь одно, в отличие от оригинального мультфильма, тут у нас ярко выраженный антагонист. Вторая книга называется Тайна Огнепада. По сюжету в Королевстве Данбрах намечается весенняя ярмарка, местный национальный праздник. На него как раз приезжает лорд Макинтош со своим сыном и свитой, знакомые нам еще по оригинальному мультфильму. Ваше Величество, перед вами мой отпрыск и наследник. Он защитил наш край от северных захватчиков и своим собственным мечом ровицы и уничтожил тысячу наших противников. Макинтош! Макинтош, младший, которого, как мы позже узнаем, зовут Райан, собирается совершить подвиг, забраться на гору зуб старой корги, на которую Мерида взбиралась в оригинальном мультфильме. На вершине этой горы он должен испить из огнепада и найти там дамский цветок, который Райан собирается в знак своей верности подарить королеве Элеоноре. При этом автор подчеркивает, что сын лорда Макинтоша пользуется успехом у девушек, но Мерида умудряется, зацепившись слово за слово с Райаном, взять его на слабо и устроить с ним соревнования, кто быстрее заберется на вершину зуба старой корги. Справедливости ради замечу, что в инициации этого спора хороши были оба. Мерида, пользуясь преимуществом того, что уже забиралась на эту гуру, умудрилась выиграть соревнования. Райан был опозорен прямо на глазах людей из клана Макинтош. Мерида сразу начинает хвастаться своей победой, но король Фергус объясняет ей, что она не права и опозорила юного Макинтоша. Принцесса это понимает и хочет извиниться перед Райаном, но во время разговора они умудряются поругаться и Мерида в сердцах говорит, да лучше бы ты сам обо всем забыл, возможно тогда ты не был бы таким несносным и находящаяся рядом злая фея исполняет ее желание. Сын лорда Макинтоша забывает, кто он такой. Принцесса обращается за помощью к ведьме-рещице. Она говорит Мериде, как вернуть Райану память и что при втором заходе солнца проклятие уже не снять. Но захочет ли принцесса снимать проклятие с Макинтоша младшего? Ведь он оказался на самом деле славным парнем, да еще и настоящим джентльменом. И более того, в состоянии амнезии Райан подружился с Меридой и она боится, что как только к Макинтошу младшему вернется память, и к дружбе придет конец. Скажу сразу, это произведение я считаю у Судипты самым лучшим во всей серии. Чем-то эта книга напомнила мне фильм с Харрисоном Фордом «Что касается Генри». Настоятельно рекомендую «Тайну огнепада к ознакомлению». Третья книга этой серии называется «Призрачное гостье». Это история про то, как Мериде и ее семья поехали отдыхать в дом у озера. Но королева Элеонор вынуждена оставить свою семью из-за дипломатической миссии по просьбе клана Макгаффин. После отъезда королевы Мерида и ее отец король Фергус встречают загадочную леди Эахну, которая сразу не понравилась принцессе и ее коню Ангусу. В данном произведении достаточно скверный характер Мериды наоборот пошел на пользу делу. Да и Ангус тут проявляет чудеса героизма, что идет в разрез с книгой Ирен Тримбл «Лучший друг Мериды». Однако после пережитых там событий конь принцессы мог стать и посмелее. Что касательно самой книги «Призрачное гостье», то это интересная мистическая история для детей. Советую ознакомиться. А последняя четвертая книга называлась «Тайное заклинание» и рассказывала как в королевство Данброг снова приезжает делегация из королевства Карданага во главе с их новой королевой Фионой, на которой недавно женился их правитель лорд Брейден. С ними приехала и его племянница Катариона. Однако выясняется одна интересная особенность, что у королевы Фионы есть дочь от первого брака, некая Орла, то есть сводная сестра Кэт. Эта Орла сразу не взлюбила Мериду и из-за нее девушки оказались в доме ведьмы-рещицы, где по вине Орлы на нее и Мериду пало заклятие. Смогут ли девушки снять его и подружиться, вы узнаете, прочитав эту книгу. И теперь настало время поговорить про эту книжную серию целиком. Хочется сразу отметить, что современная феминистическая повестка здесь фактически нивелирована. По крайней мере, судеб Бартхан Кволин не делает на этом акцент и не вставляет фемповестку туда, где это совершенно не нужно. Почти все книги из этого цикла связаны между собой. Обособленно можно выделить разве что третью книгу «Призрачное гостье». Но всю нужную информацию по тем или иным событиям, случившимся ранее, автор вкратце заботливо пересказывает в каждой последующей книге. Тем не менее, для лучшего понимания замысла писательницы советую читать книги в хронологическом порядке. Тем более, что кроме явных сюжетных связей есть так называемые чеховские ружья в лучших традициях режиссера Квентина Тарантино. Например, такой на первый взгляд незаметный момент есть в книге «Тайна огнепада», который позже продолжается в произведении «Тайное заклинание». Услышав голос, Мерида скинула голову. Она узнала этот голос. Его она никак не могла забыть. «Это ты?» закричала она. «Ты ведьма». Старуха за столом покачала головой. «Что ты, девочка? Я лишь скромная резчица по дереву». «Нет», нахмурилась Мерида, «Ты мерзкая старая ведьма, которая наложила то самое проклятие». Она вдруг замолчала и оглянулась, боясь, что кто-нибудь мог услышать. «Которая мама в медведя?» прошептала она. «И у тебя за спиной та самая ворона». Услышав, ворона неодобрительно каркнула. «Да нет же, я резчица», забратистовала старуха. «Ведьма», прошептала Мерида. «Резчица». От досады у Мериды даже разболелась голова. «Ну что нам каждый раз начинать одно и то же?» Старуха и ворона переглянулись. «Ну, не каждый раз», каркнула ворона. А старуха, пожала плечами. «Ладно», проворчала она. «Я не только резьбой по дереву промышляю». Мерида вздохнула. «Мне нужна твоя помощь, нужно снять одно проклятие, но только не предлагай мне никакого заклинания». «Ведьма выгнула бровь». «А что я получу взамен?» спросила она. «Что ты хочешь? Могу вернуться в замок и раздобыть тебе немного денег». Но ведьма замотала головой. «Нет, денег мне не надо. Хочу получить вот что». Она вытащила табличку, на которой было написано «Искусная резчица по дереву». «Хочу, чтобы ты написала собственноручно «Любимая резчица по дереву принцессы Мериды». И протянула ей перо. Мерида взяла перо и сделала так, как просила ее ведьма. «Вот, держи. А теперь ты мне поможешь?» Ведьма спрятала табличку. «Хорошо», сказала она. «И что там у пришлось?» Мерида сразу узнала эту хижину. Она принадлежала отвратительной старой ведьме. Эта старуха вечно во что-нибудь вмешивалась. И любая встреча с ней означала только одно – жди неприятностей. Блуждающие огоньки вместе с ведьмой – это верный признак надвигающейся беды». «Какой симпатичный домик», сказала Орла. «Но Мерида подскочила к ней и преградила дорогу к хижине. Она подняла руку и сказала «Нам нужно уезжать отсюда, не хочу чтобы нас обвинили во вторжение в чужое жилище. Да, к тому же здесь кажется никто и не живет. Нам тут вообще нечего делать». Орла разозлилась и сверкнула глазами. «Зачем переживать? Нарушили мы что-то или нет, если этот дом заброшен? Она права», сказала Кэт. «Что нам мешает просто зайти и посмотреть? Может изнутри нас ждет что-нибудь интересное, а мать Орлы слишком строга и не дает своей дочери толком разрешить». Катриона указала на табличку прибитую на двери избушки. «На ней написано искусная резчица и кажется еще что-то». Подойдя поближе она прочитала надпись помельче. «Любимая резчица под дерево принадлежит избушка». Удивилась Орла. Мерида судорожно глотнула. «Прошу тебя доверься мне», сказала она. «Не нужно туда заходить». Глаза Орлы сузились и рука ее потянулась к дверной ручке. «Как можно довериться человеку, который не рассказывает нам всей правды?» Мерида стиснула кулаки, но все же направилась за Орлой и Катрионой внутрь хижины. А вот по поводу Судипты Бартхан Кволен удалось найти много информации в интернете. Она достаточно известная на западе детская писательница, в основном специализирующаяся на оригинальных авторских произведениях, а также кандидат наук по биологии. К сожалению, в России были изданы только ее книги из серии «Храброе сердце» «Новые приключения Мериды». Что касательно книг по мотивам мультфильма «Храброе сердце», это оказались в целом достаточно добротные произведения, при условии, что читается каждая книга в среднем за час-два, ибо написаны они для детей. Всем тем, у кого, как и у меня, оригинальный мультфильм вызвал достаточно смешанные чувства, советую ознакомиться. Всем тем, кто от «Храброе сердце» без ума, тем более советую ознакомиться. Особенно, если принцесса Мерида нравится вашим детям. Пользуясь случаем, хотел выразить огромную благодарность художнице Мишель Журали за рисунок к этому выпуску, Марку Веному за кое-какую информацию и Елене Старскрим за чтение отрывков из книг. А на сегодня это все. С вами был Барин, до новых встреч и не забудьте посмотреть сцену после титров. Субтитры 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 Субтитры